Вопрос. Андрей, нет ли планов пойти во власть? Есть. Дело в том, что я не знаю, можно ли говорить о политике у вас сейчас. Если можно, я скажу. Можно говорить о политике у нас не как политик. Можно говорить о политике не как политик. Это очень сложно, потому что я уже как бы являюсь политиком. И я иду от одной из партий по спискам в облсовет. На этих выставках? Да, это буквально через 3 дня, 31 числа. И я бы все-таки советовал прийти и проголосовать за мою партию, за меня. На первой твой опыт? Участие в выборах? Нет, это далеко не первый опыт моего участия в выборах, но первый как кандидата в депутаты облсовета. То есть до этого я работал полевым командиром. Я работал руководителем молодежного крыла общественной организации общественного движения «Запорожская перспектива». Я работал руководителем, и на данном этапе являюсь руководителем общественной организации города «Запорожья» «Союз молодежи регионов Украины». И поэтому могу сказать, что я к этому всему политическому движению имею самое непосредственное отношение. Если желание не возникло, то спонтанно. Нет, ну спонтанно вообще в политике ничего не бывает. В частности, как бы в этом. И почему именно к этому всему идет? Вот многие говорят, вот зачем это тебе надо, занимайся музыкой, как бы, и не пойай себе мозг. Но проблема в том, что в нашей стране заниматься музыкой и пытаться людям, которые находятся во власти, объяснить для чего и почему это сделать. Они занимаются другими вещами. Они занимаются проблемами дорог, ЖКХ, крыш, стены и прочих вещей. И на культуру, и на прочие вещи, на молодежное движение, на развитие. У них банально не хватает времени, потому что у них очень голова болит за другие вещи. Ну, то есть, наверное, они, как правило, некомпетентны. Ну, просто, если человек занимается всю жизнь тем, что занимается ремонтом дорог, понятное дело, что проблематика фанк-музыки среди молодежной... Ну и вообще молодежи в целом, наверное. Ну, понимаете, вообще в целом нельзя говорить о том, что у молодежи все плохо. У молодежи плохо тогда, когда молодежь ничего не хочет делать. А у нас, получается, молодежь, большей частью, сейчас привлекается на красивые фантики, и на какие-то деморализующие вещи. Выйти поорать там под облсовет, даже не вникнуть, что их туда сзывали. Это мы, да. Это мы на раз-два-три. А выйти, допустим, помочь Сашку Положинскому на Хортице, а они, ребята, ну это же работать надо. Да, то есть, Положинский приезжал абсолютно бесплатно. Это делал вместе с волонтерами. И это волонтеры, ребята, приехали сюда не из Запорожья. Это были представители Западной Украины. Они приехали сюда не за деньги. И, допустим, мы для них делали концерт. И опять же, как говорится, от всей души безвозмездно, то есть даром отыграли. А когда кинулись здесь, клинчей, получалось, что вот только наша организация взяла под ружье и пошла помогать. А все остальные как-то сказали, да не, ну как это, это же работать надо, это же там копать надо, это же жарко. Это все любят себя называть патриотами. Не, ну все, каждый же у нас получается, проблема в чем? Все у нас патриоты, все в вышиванках. И все кричат о том, что мы ж украинцы, а я что-то разговариваю, конечно, ритмную мову, то ты запроданец. И хиба ты можешь, как вы можете, спеваючи вот такие песни, говори-то российскую мову, загали и ты в политику. Но почему нет? Я живу в Запорожье. Это прекрасный город, это прекрасный край, здесь замечательные люди. Я их по-своему очень сильно люблю. Это вот тот самый вариант, который есть, кстати, не только у нас, это есть или у Харьковчан, но все. То есть люди, когда они выезжают за свой город, они о своем городе говорят только хорошо. Вы попробуйте найти человека, который уехал из родного города и потом начинает рассказывать. То есть если он его не любил, то он не будет любить то место, в котором он живет дальше. То есть космополитизм, он имеет место не только в Запорожье, но вообще как бы тенденция молодежи Украины, это очень плохо. А почему оно есть? Потому что люди, многие, почему-то думают, что им кто-то что-то должен. А в этой жизни вообще никто ничего не должен. Но может быть только родителям за то, что они родили и воспитали. Если воспитали хорошо, то меня воспитали хорошо. Поэтому я благодарен своим родителям. Я благодарен той земле, на которой я родился. И я считаю, что мы вообще имеем право называться «Намба-Лам» в Украине. Это очень удивительно, что пока что Украину ассоциируют только со Львовом, или теперь уже с Донецком. Хотя, на мой взгляд, мы имеем право на первенство, как никто другой. Но может быть сейчас все поменяется, и молодежь таки перестанет кричать о том, что он патриот только тогда, когда им за это заплатят денег, а действительно начнут любить свой город и что-то хотеть сделать для этого города. Потому что сейчас, опять же, тенденция. Хочет здесь свой город, сделай его чище, сделай его лучше. Сколько человек у нас приходило на субботники? Да раз, два, три и обчелся. Итог, потому что ты просил, уговаривал, кому-то что-то предлагал. Вот ребята там периодически, я знаю, на Хортице устраивают какие-то субботники. Кто-то туда приходит, помогает? Да нет, никто не приходит, не помогает. Зачем оно надо? Все отвечают очень просто. У нас же есть коммунальная служба. Вот пускай они занимаются этим. Это их обязанность. Да, это их обязанность. Но самое забавное нет. Самое забавное, это когда люди приходят, убирают, допустим, ту же Хортицу. А потом после того, как они полчаса поубирали, там два часа сидят, шашлыки жарят. И весь мусор, который они там насобирали, оставили этот мусор, бросили. И еще больше то, что они оставили после себя. И в конечном итоге, все хочется спросить, боже мой, какой у нас грязный город. И кто же это наделал? Это дело, но... Вопросы рядом у нас от поклонниц. Андрей, ты женат? Нет. Может быть, мне звали комментариев? По этой теме, почему не женат? Ну, вообще, два на нужные, да. Почему или... Ну, вообще, как бы, тема личной жизни, она такая очень скользкая, поэтому не хотелось бы о ней распространяться вот так. Да, личная жизнь, это личная жизнь. И я думаю, что каждый претендует... Поклонниц, наверное, он успокоит. Поклонниц успокоит. Хорошо, успокою. Я не жена. Объявляется кастинг, да? Ну, кастинг-то очень пошло как-то. Я открыт для общения. Я открыт для общения и жениться, но, во всяком случае, в ближайшие 2-3 месяца я не собираюсь. А там, знаете, как оно бывает в жизни? Да, Новый год бывает по-разному. Ой, Новый год это вообще великая штука. Хотя, как-то, чем дальше, тем больше. В Новый год хочется куда-то подальше от праздников. Куда-то хочется, там, не знаю, в Крым, в Карпаты. К морю, к горам. И чтобы поменьше людей. Вот, наверное, присутствие у нас молодежи. Как можно работать в центре? Ну, тут хотелось бы уточнение вопроса. Что именно интересует... Ну, вряд ли мы сможем уточнить, потому что... А, очень жаль. Потому что понятие, как можно работать в центре. Может быть, в Каенсе, может быть, в этой медицине. Я могу сразу сказать, как только в центре появится возможность брать молодежь на работу, а я надеюсь, что все-таки со следующего года хоть какие-то сподвижки в эту сторону будут. Потому что сейчас будет рассматриваться бюджет на Новый год. И думаю, что там будут все-таки забиваться какие-то штатные единицы. Да, то есть, этот год мы планируем перекрыть все долги, какие только есть. А их большие? Могу сказать, что мы погасили уже большую часть. А сейчас у нас остались, на самом деле, только лишь долги по судам. Мы перекрыли все долги по заработной плате. Их там было... Но это то, что предыдущие руководители... Да, это то, что предыдущие руководители мне оставили. Причем самое смешное, что они сами себе не платили зарплату. Оставили мне балансы в минусах, а потом сразу же подали в суд и сказали, вот, отдайте нам наших денег. Вот, то есть, как бы, сама по себе ситуация очень абсурдная и очень смешная. То есть, у них наверняка была возможность в чем-то другом зарабатывать, да? Ну, знаете, опять же, как бы не хочется быть голословным, потому что я это сейчас не могу доказать, потому что у меня этого нет.